Так, какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Все, это второй гол. Это второй гол, это вот такая у нас техника. Главное, чтобы у нас уши как можно сильнее оттопыривались, чтобы мы мяч ловили, ветер в уши задувал. Вот тогда мы забиваем, потом еще ноздри поверху, по ветру у нас, чтобы должны быть вот так вот. Чтоб свежий воздух как-то циркулировал. Говорят же, ухо, горло, нос связано все. Короче, оно влетает через нос, влетает через уши. Я считаю, ерунда уже, болтая просто, я хочу максимально унизить. Вот, он показал вам факт, короче. Ну, просто тремя пальцами, потому что он широкий очень. Ну, пипа, вы на вашем канале Лордфуду Железное Сердце. Сегодня мы вернемся в футбол и будем завоевывать кубок. Как, точнее, бороться за европейский интернациональный кубок, где играют клубы между собой и доказывают, какая команда лучше. Это товарищеские матчи, по сути, но, тем не менее, это помогает нашим бойцам быть футболистом в норме. Мы поддерживаем сборную. Ну, в прошлом серии мы создали героя своего и вот прокачиваем, вот, можно сказать, самых-самых основ, делаем его вот чемпионом, короче. Мы вышли, в прошлой серии мы играли групповые матчи, вышли в одну-вторую финал, а вот Зенит встретится в полуфинале с Тоттенхемом. Вот, смотрим, короче, вот турнирную таблицу. Мы с Тоттенхемом играем, с другой стороны тоже две команды играют, и победители уже будут бороться за финальную игру на кубок европейских команд. Ну, короче, кубок нам нужен, скажем честно. Переходим, так, в центр футболистов. Так, осталось пять дней до того, что, как, они, тренировки есть. Мы еще, помимо того, мы, участвуя в чемпионате, еще и тренируем своего бойца, чтобы он, конечно, свои навыки улучшал. Вот, выбираем, что потяжелее. Борется он в это, за это, как бы, в автомате все. Проходит, вот, короткий пас. Кругозор увеличиваем. В общем, стараемся его развивать во все стороны. Как бы, тут все из одной оперы нельзя. Вот, он всегда точный удар ему. Пробиваем, чтобы у нас ворота пробивал. Он хоть играет в полузащите у нас. Тем не менее, он один из лучших игроков, который хорошо бегает и много чего умеет. Точность удара. Давайте, штрафные. Будем учиться разыгрывать штрафные. Я не уверен, что нам пригодится, потому что мы стараемся играть чистенько. Так, на Д как-то, ну, подустал, конечно, у нас наш герой. Подкатик тренируем. Так, все, покинуть тренировку. И в календарик. Шесть дней у нас. Так, Ювентус купил Лабу. Все, два миллиона. Ну, ничего, скоро и мы себя продадим. Смотрите, мы уже на 22% свою цену подняли. До того, пока играли в турнирной таблице. Характеристики поднимаем. Ну, то есть, нас опять включили в стартовый состав. Главное, не зафейлиться. Не получить красную карточку нам, чтобы не провалиться совсем. Играем мы дома. Так что, дома, как известно, и родные стены помогают. Так что, дорогие друзья, не забывайте поставить сразу пальчики вверх. Мы своими действиями поддерживаем нашу российскую сборную. Я думаю, уже улеглись те словечек, которые говорили. Так, что нам забейте минимум три пенальти. Выполнение удара. Пенальти бьем. Красавчик. Там мы в зеленую штучку попадать. Молодец. Страсти по поводу нашей игры. Чемпионаты Европы, думаю, уже улеглись. Не сильно злы на Россию. На российскую сборную. Конечно, есть вещи, которые можно было бы делать получше. Но будем считать, что это наш уровень. Потому что надо выращивать игроков с самого начала. С самых пеленок. Как мы взяли сейчас подающего надежду 17-летнего парня в этой игре. И развиваем его навыки. Показали мы отличнейший результат по поводу забитых пенальти. Можно, в общем, короче, продолжать. Это полуфинал Еврокубка Европейского. Европейский международный турнир близится к завершению. Сегодня мы присутствуем на полуфинальном матче. Должно быть интересно. Санли, кстати, играет. Обычных товарищеских матчей по накалу за счет соревнователей составляющих. Это замечательная возможность для каждой из команд подготовки. В полную силу можно играть. Поэтому, скорее всего, нас и поставили. Играть в основной состав. Я думал, мы будем сидеть на скамье. Его можно резать в ножу. Запасных игроков. Тем не менее, мы бегаем. Мне нечего добавить. Все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть. Затаить дыхание и наслаждаться игрой. Нам задача быть лучшим игроком. То есть мы сейчас пока что являемся одним из лучших бомбардиров на этом чемпионате. Мы забыли, по-моему, пять голов. Состав Зенит. Наш состав стартовый. В такой расстановке, несмотря на присутствие одного нападающего по схеме, на самом деле игра может получиться сверху. Зубов нападение. Кстати, Дзюба одновременно со мной пришел в команду Зенита. Замечательная колоритная внешность про Беликану. Так, состав Тотом. Обе команды выбрали построение 4-5-1. А вот атакующий или оборонительный, это мы посмотрим по действиям полузащитников. По-моему, нашим действиям будет смотреть. Короче, полузащитники. Центрально. Вот такой факт связан со стадионом Олтраффорд. Годовщина мюнхенской трагедии. Это когда погиб почти весь состав тогдашнего Манчестера. Юнайтед в 58-м году. На Олтраффорд в туннеле южной трибуны открылся мюнхенский трагедий. 58-м году. И многие, кто приходят посмотреть на игру Манчестера на Олтраффорд, обращают внимание на угол стадиона. Там на пересечении южной и восточной трибуны висят часы, на которых стрелки показывают время той мюнхенской трагедии. О, как интересно. Давайте мне пас. Игроки Зенита разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Ну и посмотрим, какую игру нам сегодня покажут команды. Так. Пофинтили. И забили. Вот так вот надо играть, ребята. Вот так вот играем. Ставьте пальчики вверх. Как можно вот этот мячик не суметь проконтролировать, чтобы не закатить, а? Мы даже забежали в штрафную, поводились там, финтики покрутили. И потом забили. Своими финтами мы просто запутали вратаря. Он просто лег на травку и уже лежал, смотрел на мячик, как он катится на него. Красота. Просто красота. Давайте посмотрим еще один. Повтор только с другой камень. Ну, Еврокубок, я думаю, уже в нашем кармане. Конечно, на лучшего игрока мы пока не тянем. После одного закачанного матча. Ну, игра продолжается. Смотри, сколько болельщиков Зенита пришло поболеть. Прям как будто... О, один отсыл. Ты гол на нашем чемпионате. Зенит забил и вышел вперед. Игра возобновляется. С отбором у нас как-то еще плохо получается. Молодец. Сами отобрали. Сами пошли вперед. О, пошли. Надошли. Харики. Давай мне. Мне верни. Все, я пошел. Я пошел. Он накручивает соперников одного за другим. Месси. И на месте. Никого нету. Надо будет подождать следующий раз. Давай мне. Это кто будет бить штрафно? Так, вот эта новость так новость. Швайнштегер переходит в Манчестер Юнайтед из Баварии. Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся. И это главная новость. Как начнешь, так и закончишь. Первое. Не, давай. Да елки-палки, куда ж ты пинаешь-то? Артем Дзюб. Артур Юсупов. Мне пасть только не давай. Пас верни. Я жадный. Как опасно пробил. Невероятное спасение. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст. Это было некрасиво, конечно. Давай мне на грудь. Сюда. Гол-кипер выходит и нейтрализует угрозу. Месси. И это гол! Гол! Красавчик наш. Как вы поняли, у меня псевдоним Месси. Ну, так вот. Скромный такой пизодоним я взял. Но по характеристикам наш игрок практически... Ну, такой же 13-й номер у него гол-кипер. Ну, то есть он мой агент, можно сказать. Он просто мой агент. Карьера игрока у нас складывается более чем удачно. Я надеюсь, нас куда-нибудь продадут подороже. Двенадцатый гол мы уже забиваем. Отыграться теперь будет труднее. На семнадцатой минуте. Мечек давайте забирайте, ребята. Эрикс. Артем Цюм. Танни. Побежали. По финтим. По финтим, я сказал. По финтить не получилось. Прошедник перехватил передачу. Олег Шан. Опасно. Иссс. Забивает гол. Как детей просто. Как детей наши уда есть. Таких нахрен игроков надо вывращивать. 17-летний пацан, несмотря на его внешность, лопоухую, развощекую. Все, мы заслужили. У нас есть возможность посмотреть на него. Такого расстояния, конечно, забить это. Видите, какая? Он, конечно, в рекламе сниматься не сможет. Хотя, кто его знает. Если мы будем очень хорошо играть, может, у нас появятся фанаты, которые начнут себе пластические операции делать тоже. Лопоушить. Уши. Да, вряд ли ошибусь. Если скажу, что судьба матча решена. Носы большие. Как так можно было потерять, ребята, мяч? Мяч перехвачен. Защитник. Молодец. Молодец. Чтобы получить... Ну что? Рокенхэм нарушает правила. Не, ну, он видит, они уже, короче, не любят моего игрока. Они думают, раз у него большой нос, его можно легко разбить. Ну, тут вы не правы, ребята. У него очень большой, но очень крепкий нос. Нет. 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 Не, ну, красиво с вашей стороны так... Весь. Скупать с нашим. Удар! Очередной гол. Гол! Гол! Еще раз гол! Е-е-е-е! Буду красавчик! Очередной гол Зенита. В этом матче все понятно. Все. Ну, место в сборной, я думаю, нам обеспечено. Да и брая и полуточеку уже упустить победу. Все. Буквально все контролировал этот парень. Шикарное чувство мяча. И классное попадание в нижний угол. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Пока что у нашего героя не хватает выносливости. Тренер его на всю игру не ставит. Поэтому... Что-то наш кланяется все. Какому-то Аллах Акбар какой-то у него постоянно. Одна команда сегодня на поле. Команды две. Просто они играют. Ох ты, что ж делаешь-то? Полуфинал Европейского Международного Куба. И без нашего героя, конечно, они не смогут Еврокуба без фейлов играть. Да. Для игроков это возможность проявить себя. Прежде всего для новичков. Они могут блеснуть и впечатать. Это штрафной. Почему? Он же сам упал. Все видели. Все видели. Пятки, забирайте мяч. Мяч будет введен из зала. Что, и на... Даю. Наши играть-то не умеют. Смотрите, мы мяч в ауду отправили. То есть первый тайм заканули. Мы четыре гола за первый тайм закатили. Немально. Перехват в центральной зоне. Такие приемчики нравятся болеть. Опасно как! Прекрасный гол! Пять голов за первый тайм. Это в полуфинале Еврокубка. Вот вам сила нашей российской команды. Конечно, она пока что клубная игра. Но мы доберемся до чемпионата. Мы вырастим просто монстров. Главное не фейлить на тренировках. Максимально прокачивать. Все пять тренировок. Отдаваться всем твоим телом и душой. Иметь отличную форму. Не получить травму никакую. В тридцать девятой минуте забивает. Болельщики просто ликуют. И у нас пять ноль. Пять ноль. И все пять голов забиты нашим. Нашим. Удикам. Артур Юсупов. У них уже просто ничего не остается просто. Как смотреть на то, как в них вкатывается мяч. Артем, тюк. Не, давай. Не, 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 не. Не, 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 не. Намертво забирает мяч. Ну что ж вы делаете? Устал наш. Устал. Все. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлены. Три минуты. Давайте. Отбирайте, отбирайте. Ну что ж, мне всю игру самому делать что ли? Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Бежали. Уже, блин, запутался в ногах. Путается уже. Нет, 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 нет. Все, я герой матча. Видите, как оператор прибежал меня поснимать? Только нас не показывают. Мы и так уже часто мелькали, как звезда. Пять голов. Все, мы сейчас уйдем на замену. Он уже еле дышит. Все показатели у нас просто упали. Мы даже уже мяч из-под ног теряем. Болельщики Зенита ликуют просто. Ну, лучшие моменты посмотреть что ли. Ну, давайте посмотрим что. Надеюсь, много времени это не займет. Розыгрыш. Вот это наш первый гол. Это был один из самых красивейших голов, да, конечно. Просто вратарю в подмышку. Фигачили. Он накручивает соперников одного за другим. Месси. И на месте голкипер. Так, вот этот гол нам не удался, да. Мы сильно близко подбежали к вратарю. Так, второй гол. Месси. И это гол. Мы заставили нашего нападающего пяткой отдать пас на ногу нашего Вудика, который должен вообще в центре поля быть. Опасно. Зенит забивает гол. Ну, что, может мы своими голами добьемся того, что нас переведут в бомбардиры. Как бы ни было, играя в полузащите на центре поля, по большей части, лучший игрок назначает тот, кто забивает больше всего голов. Это неважно, будем мы подавать эти голы там или что. Это все забудут. Все запомнят только гол. Коммент гол. Поэтому лучшие игроки, как бы ни было, это все-таки нападающие. Так, европейский кубок. Там сыграли 1-1. На поле и Crystal Place. У нас еще матч продолжает. Это первый тайм у них там был, походу. Ладно, продолжаем. Сейчас, скорее всего, нас поменяют. Нет, мы еще на поле. Мы начинаем полуфиналы европейского университетного вырубка. Через 45 минут определится финалист этого предсезонного турнира. Смотреть за такими играми в таком формате гораздо интереснее. Это что? Остановка игры и штрафной пробьют соперники Tottenham. А что случилось? Шесть ударов, пять голосов. Нормально, что-то спину показывает, что почитать Вуду, что-нибудь. Какого зовут? А, это мы. Вместе. Поводимся немножко. А наши характеристики повышать. Угловой. Угловой будет подавать команду. Угловой. И пофинтить, конечно, надо по-любому. Давайте пока посмотрим, как забивался этот. Не будем смотреть. Замена под неодобрительный голд трибун. Все понятно без лишних слов. Все, убрали. Этот матч он точно не запишет себе в актив. Здесь главное не впадать в уныние, а продолжать работать. Бас. Почти подошли к воротам. Ух ты, меня уронили. На чеку перехватил он эту передачу. Какой шанс. Все, шестой гол в этом матче. Какой же будет сейчас финал, я даже не знаю. Этот бедный Тоденхэр, наверное, никогда такого не видел. Одного игрока не идет в ущерб общекомандным действиям. Все правильно. Мастерство нужно постоянно оттачивать не только на тренировках, но и в играх. А одно другому не мешает. А вот наши российские футболисты, настоящую команду, все-таки они зажрались. Они по миллиону в день получают. Просто ни за что. Проиграли у Уэльсов. Ну и ладно, миллион в кармане. Едут домой. Даже не хотят с репортерами или болельщиками что-то встретиться. Все. Они, я думаю, забирают нашего. Мы еще побегаем. Все, убрали. Устал он. Это был наш гол. Все, ушел он на покой. И все равно зарабатывают миллион. Каждый день по миллиону зарабатывают. Ну это что-то такое. А играть-то не умеют. Ну привоножки же. За что такие деньги платить? Вы поставьте лучше инвалидную сборную нашу, которые инвалиды играют. Они бесплатно играют, можно сказать. Они первое место в мире занимают, наша сборная инвалидов по футболу. Все-таки нам гол закатили без меня. Видите? Гол престижа. А там 2-2. И по пенальти выиграла команда с крылышками. Что-то за команда с крылышками. Сейчас мы узнаем. Далее. Мы добрались до финала. Мы не зафейлили. Мы не получили какие-то пенальти. И кто нам ничего не пишет в сезон? Посмотрим. Кристал Пелес мы играем. Я не знаю, что это за Кристал Пелес. Финал я не думаю, что будет сильно сложный. Потому что команда была какая-то такая лабенькая. Сегодня нет тренировок. Слишком мало энергии. Один день тогда отдыхаем. Осталось 2 дня. Тренировок у нас не будет. Цена у нас что-то не растет. Так, ну что, тогда играем в воскресный финал. В Тензис доме Анжи планирует стать сильнее. Все, день игры. Сегодня я включу в стартовый состав. Ну, отлично. Играем мы в гостях. Играем в гостях. Значит, меняем на гостевую форму. В принципе, я не верю в какие-то там нумерологические компоненты того, что там, допустим, домашняя форма более приносит пользу. Или что-то. Выполните навес. На игрока в подсвеченной зоне старайтесь не попасть в стены. Для навеса или для выполнения удара нолик. Так. Это был сильный удар. Так. Красавчик. Ждем, когда он забежал. Вот, подсветилась зона. Головой. Отлично. Пять. Бегает в зону. С ноги. Так, все-таки один ударчик у нас не удался. Еще раз. Все удары ногой. Один, конечно, красивый. Мы забили головой. Бронзу мы получили. Ладно. Бронза тоже ничего. Поехали. В бой, ребята. Еврокубок. Мы присутствуем на финале предсезонного турнира европейского международного кубка. Каждая из команд шла к финалу по-своему, но для каждой этот путь был непростым. Случайных команд ведь в финале не бывает, правда? Это именно так. У нас сегодня замечательные команды. Этот кубок наш игрок обязан подержать в руках. Финал. Европейская интернациональная финальная кубка. Сейчас этот кристалл-то расколем, я думаю. Хабай. Хабай, губу-то закатай. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. По цифрам 4-5-1, но по смыслу из этих пяти полузащитников, наверное, многие будут действовать в ближайших атаки. А Бавария, походу, вылетела где-то раньше или она играет в поле? Состав Зенит. Тренер учит нас тому, что не стоит сильно обращать внимание на вот это цифровое отображение. Посмотрим, как сыграют футболисты. Ладыгин, давай. Ладыгин, по-моему, за всю игру предыдущего матча, он даже ни разу мяч не коснулся. Знаешь, есть один удивительный факт. Рекордная посещаемость стадиона в Манчестере зафиксирована в далеком 1939 году. А самое удивительное в том, что играли тогда в Уолверхэмптон и Гримсбиттаун. Забавно, я, честно говоря, не знал этот факт. Стадион вроде бы Манчестера, рекорд посещаемости у команды с другого города. Смотрите, английская команда, английский судья. Как вы думаете, кому будут сегодня подслуживать? Напишите в комментариях. Все готово к началу первого тайма. Поехали. Пока не спешим. Силы не тратим. Финал европейского международного... Ну что вы запутались там? Закромным названием скрывается просто предсезонный турнир. Бежали. Тем не менее, это не только сборы соревновательных элементов, но и возможность получить трофеи до начала сезона. Так ли? Да. Все-таки мы забили. Со второй попытки, главное. Сначала от ноги отскочило, но потом мы все-таки закатили. Это на финал. Это европейский интернациональный кубок команд. Товарищеский, конечно. Вот это вот гол. Это красиво. А чего ж судья не поднял флажок, что вне игры было? Чего ж ты? Жаль, тренировок у нас мало получилось. Мы не потренировали своего персонажа. Он также остался пока что 61-м, по-моему. 1-0 в нашей игре. Беги, 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 беги. Запутались в ногах. Все, это второй гол. Это второй гол. Это вот такая у нас техника. Главное, чтобы у нас уши как можно сильнее оттопыривались, чтобы мы мяч ловили, ветер в уши задувал. Вот тогда мы забиваем. Потом еще ноздри по ветру, по ветру у нас, чтобы должны быть вот так. Чтобы свежий воздух как-то циркулировал. Говорят же, ухо, горло, нос связаны все. Короче, оно влетает через нос, вылетает через уши. Конечно, ерунду уже. Болтая просто, я хочу максимально унизить. Вот он показал вам факт, короче. Ну, просто тремя пальцами, потому что он широкий очень. Сейчас 2-0 укрепила команда свое преимущество. Команда. Это опасная игра. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Как он работает? Месси! Все, мы просто уложили. Третий гол. Он оформляет хет-трик. В первом тайме. С перерывом несколько. И я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. Все, кураж поймали. На этот раз другого ракурса. Кураж нас в Вуду поймал. Все, карьера у него сложилась удачно. Это наш первый триумфальный просто выход в сборную. Точнее, не в сборную, а в команды. Нас включают в основной состав. Мы только-только попали в команду. И мы уже такие вещи творим. Команда сегодня забивает ногу. Уже 3-0 счет. И матч еще не закончен. Заходим в штрафную. Опасно! И что это? Гол! Это гол! Это наш Вуду! Здорово сохранил игрок концентрацию. И очень спокойно сделал из вратаря дурачка. Дырку. Ну так уж дурачка. Вратарь себе есть паспорт. Поменяем на дырку. Вратарь дырка. Давайте посмотрим еще один повтор. Только с другой камерой. Вратарь дырка. Вот это игра. Вот это я понимаю. Еврокубок. Так это что уже? 4... 20 голов мы на Еврокубке закатили. А у нас 4-0. То ли еще будет. Здорово! Выбрал позицию. Прочитал передачу. Совершил перехват. Мне не дай мяч. Олег Шап. Вот это мне вне игры мы были уже. Побегаем тут по штрафной. 40 ударов. Женит будет бросать за боковой. Так. Что-то не очень красиво получилось. Давай мне. Олег Шап. Рудаху. Рудаху мне давайте. Не забивайте без меня. Спас он своих. Блестящий сыграл. Даня. Пофинтим немножко. Ага. Пофинтили. Здорово отобрал мяч у соперника. Так что тут даже по-моему и не заметил. Бежали. Так они короче все уже в штрафную тут. Сыграно жестко. Но в рамках правил. Какой удар. Мяч в воротах. В воротах все-таки. Вот. Мы еще даже паз дали значит нашему чубачку. Сзади радуемся. Не удивлюсь если некоторые болельщики отправят. Как солнечно сегодня. В принципе тут все ясно. Но настоящий болельщик никогда свою команду не бросает. Не хочется это признавать. Но разница в классе просто колоссальная. Матч по сути окончен. А ё-моё. С отборами как-то не очень. Не хотят чтобы наш Вуду зафейлил. Чтобы его выгнали. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Устал. 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 Игра остановлена штрафной. Белый бин для лодыжки. Не стали ничего придумывать. Со штрафным быстро разыграли. Отбирай, отбирай. Ничего даже делать не пришлось. Чтобы этот пас перехватить. Так, бежим. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Пол команда обыгрывается. Удар поворотом. Ох, какой гол. Какой гол. Под круточки мы научились делать. Уже у нас просто... Раньше не умел. Теперь умеет все. Сколько радости. Только за уши его не трогайте. За уши не трогайте. И в нос монетки не кидайте. Я понимаю, что у него огромные ноздри. А то сейчас травы напихаете ему. Или бусу вообще-то. Именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Как я болею за нашего Удика. Все. Буквально все контролировал этот парень. Шикарное чувство мяча. И классное попадание в нижний угол. Да, 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 да. Разгром. Тотальное превосходство. Уже начинается 1-8 финала. Буквально на днях. На УЕФА. УЕФА. Евро 2016. Зенит нарушает правила по мнению орбиты. Да как я нарушил-то? Вы что? Мяч снова в игре. Штрафной разыгран очень быстро. Что-то быстро вы как-то. Разыграли. Главное, сказали, что я виноват. Сейчас меня будут менять. Он накручивает соперников одного за другим. Отличный удар. И забивает гол. Это момент. Гол. Комментатор аж не успевает контролировать. Все зачитать по своей бумажке. Чуть не уронили меня здесь. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Что-то я устал уже, слушайте. Даже я устал забивать им голы. 45-я минута. 22-й гол. Мы, наверное, будем лучшим бомбардиром назначены. А ведь мы играем в полузащите. Ведь мы не нападающим. Чуть стал совсем неприлично. Высокий пас. Отлично. Все, на перерыв. Конец первого тайма. Разрыв достаточно внушительный. После первого тайма одной из команд придется хорошенько попотеть. Давайте не будем смотреть повторы. Какой огромный стадион. Это почти такая же, как Зенит Арена. Так, общие сведения. 0-7. Они ни одного удара даже не нанесли нам. Продолжит матч. Вроде меня не поменяли. Все убрали. Двух арабиков. Главное, чтобы меня не заменили. Начинается второй тайм финала Европейского международного кубка. Через 45 минут мы узнаем, кто выиграет этот турнир. В первом тайме было очень интересно. И будем надеяться. Опасно как? Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Пакаетесь со своей атакой. Главное, без нарушений. Что-то был в атаку, по-моему. То есть, в защиту все ушли. Левой ногой забили. Хотя у нас игрок правоножка. Причем я его выраженной правоножкой назначал. Но он уже умеет насбивать и левой, значит. Сейчас посмотрим на повторе. Все, герой. Все-таки, может, его в рекламу возьмут. Потому что 0-8. Это просто неприличный счет. Я думал, поближе покажет. Так, бежим, бежим, бежим. Ну, зашли. Левой. Внутренней стороны ноги. Лодыжка левой ноги. Повтор только с другой камень. Ну, так, в принципе, не так уж сложно было просто перекинуть через вратаря. Потому что он просто лежал после наших выдающихся финтов, которые ему тут устраивали на поле. Он просто был в шоке. 23 гола мы забили уже на Европе. Все. Уводят мою Увуну. Уставом. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Артур Юсупов. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. Только матча. Я думал, всего Еврокубка этого. Европейский интернациональный кубок. Рассчитай. Ну, только не пропустите что-нибудь. Ускорение плюс один. Перехват плюс один. Ну, смотрите счет. Они все-таки забили год престижа, а мы еще один встюхали. Выбор позиции при атаке. Ну что, Еврокубок наш. Нам не дали поддержать этот кубок, к сожалению. С места в карьер вы получили приз. Так, слишком мало энергии. Так, почитаем, что нам пишет тренер. Поздравляю, победа в финале турнира Евро Интернешнл Кап. Это серьезное достижение. Чем дальше команда продвигалась по сетке турниров, тем лучше представление о ее игроках и возможных мы получали. Это было крайне полезно всему нашему клубу. Надеемся, вы не растеряете пыл с началом сезона. Думаем, что дополнительная сумма на трансферные расходы будет неплохим средством поддержки для нашей команды. Какое мы... Мы не прибавили себе цену даже. За 550 нас хотят продать. Так, давайте. Следующий день для тренировок. Так, доступно 5 тренировок. Хочет перевести Бериша. Нас выставили на трансфер, насколько я знаю. Возможно, нас сейчас продадут. И последнее уже только в стандартных положениях, я думаю. Штрафные розыгрыши. Вот здесь можно точные удары поднять. На 59. Рассчитайте нам, пожалуйста. Ну, а вы, дорогие друзья, спасибо то, что смотрели. Еврокуба, к сожалению, наш герой не подержал в руках. У него все-таки выносливости не хватает, чтобы добегать все эти матчи. Вот, мы зато подняли свой уровень до 63-го уже. 62-го, точнее. Уже в начале находимся этого турнирчика. Три дня у нас есть на то, чтобы отдохнуть. В общем, всем спасибо. Всем пока. Это был игровой канал Лордфуд и Железное Сердце. Пишите комментарии, что как вам нравится такая игра. Как вам нравится наш полузащитник. Правый. Ну, в общем, увидимся в следующих сериях. Всем пока. Ну, будем считать, что это была голевая передача. Забивает Ленин, причем делает это очень вовремя. Это красиво было. Да, решитель был большой вопрос. Две попытки было забить. Я, конечно, в воротах уже сам за линией ворот побывал. Это определенно тоже красивый гол. Конечно, такой корявенький. Все-таки не наш Вуду забил. Ну, для карьерного роста, я думаю, это неплохой результат. Продолжение следует...